Продолжение следует... 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 ценовой фактор, поэтому мы продаем лучше всего то, что у нас более низкую стоимость. А в Белоруссии у полной конкуренции равна 24? Ну, я не могу сказать, потому что принимаются определенные меры, проводятся определенные мероприятия, но у нас два серьезных игрока, как, допустим, в сегменте рыбопродукции и, соответственно, в каком производстве мороженого, то серьезный контурент у нас в плане Белоруссии, но только в рамках республики Белоруссии. Ясно. А вот логика, извините, то, что Федорович говорит. Логика выдачи лицензии на импорт, импортирование рыбопродуктов именно через управление динамбисментов. Чем они мотивированы? А у нас сейчас есть никакое импортирование импорта? Нет. Нет. Вообще нет. А чем это было мотивировано, я тем при камере же не скажу. Нет, нет. Я понимаю. Мне надо вы при камере сказать, чем это было. Ну, перед камере прием. Не надо. Этого не надо. А еще, Татьяна, продолжение оценки Андрея, тезис относительно приватизации. Он сделал такую вещь, что на самом деле, я часто от истории чиновников слышу, мы не будем приватизировать, потому что сегодня низкая цена, и мы поуправляем лет пять, потом будет хороший рынок, и мы продадим. С этим тезисом вы согласны или нет? Нет. Почему? Не знаю. Я на сегодняшний день, я за приватизацию, и считаю, что если есть возможность подать сегодня, нужно подать сегодня, потому что ваш пример на основе ЖКХ, ЖКРУ, он, в общем-то, для меня он показался. Чем-нибудь из того, что сказал Андрей, вы согласны? Ну, нет. С чужими руками, я согласен. Я согласна с ним. Он очень грамотные вещи говорит, и он не настаивает, поэтому... Он бы сказал свою точку зрения, и она очень интересная, поэтому... Понятно. Александр, тебе как вопрос, связанный с деньгами, да? Ну, это сочнее. Конечно. Вопросы, опять, все мы конситируем Андрея, но акцент, на что вам обратите внимание, да? Вот цель здесь на том, что нам не смейся в дешевые деньги, а опять, потом делается дополнение. При существующем, как бы, состоянии финансового института, а как сделать так, чтобы они в Беларуси появились? Дешевые деньги? Ну, кроме, чтобы вам давали вот, чтобы Татьяна, Оля, могли получать деньги, и там под 2-3% они под 5-10-15%. Давай я в общем скажу, а потом... Да, давай. Если так, первое, что Андрей сказал про приватизацию, я думаю, что это придумал сразу и просто провоцировал, он сам так не думает. Про финансы и вообще общественные организации, союз, в который мы вступили, и ценности, которыми страна решила, руководствоваться вступая в ЕАЭС, а не ориентируясь на Европу, да? Поэтому тоже скажу, ну, давай про деньги. Деньги. Что надо делать, чтобы они были дешевые? Ну, это надо, чтобы было доверить. Приватизация банков необходима Беларусьбанков? Да. Понятно. Центробанк есть, этого достаточно. Государственное участие в общем банковской системе. И дома у нас есть, да? Это другие функции. А Дворусьбанк это карманный банк государственного сектора. Есть свой сектор, есть свой банк. Все. И есть частный сектор, есть частные банки. И они там сами банки. Вот с твоей точки зрения, вот тот внизравгейт, который сегодня как бы разгорается, да, который уже закончился, он будет катализатором каких-то изменений отношения к гос-коммерсантам или нет? Совершенно очевидно, что вот… Нет. Нет? То есть ничего не поменяется? Это большой шкаф, из которого достали пару папочек, когда было сказано, что мы боремся с коррупцией. Нам надо эффективные дела. Есть несколько тем, которые обычно поднимаются. Итак, можно взять ЖКК, образование и здравоохранение. То есть то, что касается максимального количества людей, особенно ЖКК и здравоохранение, любимые темы. ЖКК мы пересажали десяток, сейчас… Да, пару десятков. Сейчас покажите. Сейчас здесь пересажаем, каждый день какие-то новости, мы боремся за чистоту. То есть то, как это было быстро все подготовлено, говорит о том, что это было сделано и готово очень давно и много лет назад. А твое мнение в отношении кейса, который последний был? Какой последний был? Ну вот… Шельмомании инвесторов. Общественное мнение. Общественное мнение. Общественное мнение. Манипуляция. Манипуляция, общественное мнение, шельмомание, грубо говоря. Честной организацией будете, с их точки зрения за деньги некий гранд, используя для того, чтобы дискредитировать инвесторов, которые на самом деле белые, пушистые и носят только странные товары. Ну, я не знаю. Гриш, использование, как это, грубо говоря, хайпа вокруг чего-то для того, чтобы создать неправильное представление о ситуации. Ну, это та реальность, в которой мы живем, я не знаю. Сейчас надо просто каждому учиться фильтровать трафик, который ему в голову влетает со всех сторон. И все. Мы от этого никак не уйдем. Эта информация устроится только больше и все. Надо оборота операции. Смотри, вот… Частная рекомендация, да? Дай мне частный случай, как вы. Я тебе говорю. Вот случай, ситуация, да? Нам нужно будет платформе, там, 19-го года, высказаться по этому поводу. Таким образом, формировать предложение для Совета производительных мэкс или для правительства. И мнение того же Шипца, надо, вообще, чуть ли не доголовщиной, доголовное дело, там, что-то поменять, для того, чтобы защитить неких, там, инвесторов, технических инвесторов от такого рода поведения. Вот. Свои рекомендации по этому вопросу, потому что вопрос все равно будет обсуждаться, да? На рамках разных площадок. А если запретить людям говорить? Нет. Вот это случай рассматривается, как нанесение ущерба деловой репутации, сознательно причем, да, для того, чтобы получить, не знаю, дивиденды, либо заблокировать инвестиционные проекты. То есть, пробуя, это как вот, как это, deformation, то есть, это… Дезинформация? Нет, нет, не дезинформация. То есть, нанесение ущерба репутации, разрушение репутации. Это должно быть статья уголовного кодекса или нет? Говорнусь, а на данный момент вообще нет. Даже я буду говорить еще через 50 лет. Сначала надо, чтобы суд был работал. Мы говорим про то, что может случиться, если, например, под подачей одного из бизнес-союзов. Этот вопрос будет рассматриваться на Совете Прозитута Кимакса. Я полагаю, что в этом верно будут действовать. Там еще будет два человека год, которые будут выступать категорически против. И Совет может предложить мне рекомендовать Совету Министра внести изменения в уголовный кодекс и расширить ему какую-нибудь такую гадость. Но это будет в стиле нашего Совета Министра? Нет, это будет… Поэтому озвучь мнение, которое бы ты предложил на рассмотрение данным органов, чтобы это было мнение, в том числе, бизнес-сообщество. То есть, помоги… Честно, я не вижу в этом проблемы, которую вообще надо куда-то приносить. Ее нет. Она уже вынесла. Боже, да там несколько кейсов за несколько лет. Нет, извините, но здесь есть конкретный пример с нашим союзом, когда Евроу подал в суд на нас. И мы выиграли этот. Владимир Владимирович выиграл этот суд. Эти примеры есть. Их нельзя обходить стороной. Их нельзя замалчивать. Они есть. Системное решение, потому что их становится все больше. Да. А какие липераторные заводы в защите нарушенного права? Правные правые депутации в том числе. Может ли тогда просто пойти, поменять, например, просто чтобы внесить изменение в постановление законного суда, и чтобы это была заседаемая сумма, понимаете, а не 30 рублей, если вашу репутацию… Просто я обращаю внимание на то, что это проблема, которая в ближайшие два-три года будет появляться. Ну так вот есть такое… Техническое, да. То есть, если репутация должна быть такой же размерной монеты, да. То есть, она у меня есть, я ей дорожу, и она не стоит 30 рублей, как сегодня присуждает суд. Может быть, она стоит там 3 тысячи, и убытки, которые я понесла в связи с тем, что мне сказали, что я плохой контролирующий. И это не только когда это касается общественного мнения, это тогда, когда касается, например, лжепредпринимательства. Когда меня по какому-то решению госоргана занесли в этот черный список, а я не виновала. Кто понес хоть один раз из чиновников за это ответственность? Но это моя репутация, которую я… И я не только репутацию делала, я еще понес… То есть, это не только за… Друзья, давайте сейчас немножко… Еще у нас Оля… Вопрос. Вопрос сходится. Кому? Вопрос из этого всего разговора. Сколько у нас в Беларуси есть мощных региональных хотя бы брендов? Ну, чью репутацию у нас защищается? Ну смотри, в данной ситуации… Страна, 80% госсектор, не работающаяся делная система. Мы рассуждаем, мы рассуждаем про защиту… Вот из всего, что сказал Андрей, мы будем обсуждать, что чья-то деловая репутация пострадала, и платить 15% за беларусские рубли при взлятии. Друзья, давайте пока… Друзья, вопрос важно с нечем, давайте мы к нему вернемся, просто мы еще даже не закончили первую раму. Оля, тебе… Комментирую, что сказал Андрей, но тебе особое внимание на следующее. Вот при помощи… Ты специализируешься у нас, единственное, в подвижении капитала в виде криптовалют и всего прочего, да, то есть ты учишь людей, да, и, понятно дело, ты эту тему изучила. Как беларусы, Беларусь, беларусские производители, могут увеличить конкретспособность при помощи современных институтов электронных денег и тех площадок, которые добирают популярность? При всем их, как бы, смысле, которое ты знаешь глубоко. С практической точки зрения возможности такие есть, но есть ограничения законодательства. То, о чем уже говорили. Есть декрет, все очень обрадовались, когда он был принят, потому что был в силу. Проходит один месяц, второе, третье, и ничего не происходит. Потому что, вроде бы, у нас все можно, но с другой стороны это все нельзя. То есть в декрете не было указано одной очень важной вещи. У нас нельзя назвать криптовалюту что-то продавать. Ну, ты их страны. Декрет прямо этого не досмотрел. У меня это просто ухотение, или у меня МПЗ, неважно. Я хочу свой товар или кофе продать за биток. Я не могу это сделать, потому что у нас вам постоянно говорит. У нас есть только одно потужное средство, это беларусский рубль, и шаг-лево-шаг-трава нельзя. Вы можете популярно какие-то валюты. Допустим, у меня есть, я там, майнила, биткоин. Я могу его поменять на некие токены беларусского предприятия. Эти токены обменяются на фиатные деньги, то есть беларусские рубли. И вот такой треугольник. То есть то, что нужно было беларусской экономике, это возможность продавать за биток и валюту. Потому что у нас образовалось в мире много миллионеров и миллиардеров с деньгами в крипте. Миллиардеров даже? Долларов? Конечно, конечно. В Беларуси есть миллиардеров и миллиардеров? Нет, в армии. А, в армии. А, в армии. А, в армии. Все хорошо. Миллиардеров. А ты думаешь, когда ты ее пролетел, да? Потому что когда я в неябре был в Нью-Йорке на фоне, да, я видел через парню, который сказал, я там полмиллиарта долларов заработал, 35 лет ему. А он просто совершенно случайно какую-то хайку подал, купил. Ну, когда ему стояли столько денег, я думаю, ааааа. А как это? А как это? А сейчас все, если закончится, что он? Грай. То есть как, вот, по совету опять-таки, не работающий инструмент или полуработающий, да? Как сделать так, чтобы в конце концов он стал работающим и принес пользу не только людям в ПВТ, а также производителям, которые находятся в Минске, в Витебске, в Борше, в Бродно, где угодно. То есть, что сформировать, какие еще дополнительные вещи нужно в декретном 3, 8 или, например, в дополнение разных других законов, чтобы все-таки была польза от повышения капитализации, способности бизнеса от того именно инстурумента. Значит, декрет у нас принят, но фактически делать ничего нельзя. То есть, мы проводили семинар однодневный для работников предприятий. Однодневный семинар, люди пришли, начальники управления, начальники отделов фаркетинга и так далее, и у них был вопрос, как мы можем за крипту продать свои товары и услуги. Мы говорим, никак. То есть, можно уже и расходиться с этого семинара. Есть ли у нас, что нужно, допустим, для того же обмена в этом треугольнике криптовалюта, токены, фиат нужны? Судя по декрету, это криптовалютные биржи или в Америке, которые будут у нас созданы. Созданы ли они? Нет. Когда они будут созданы, непонятно. На камеру там нужно что-то, не могу сказать, определенные вещи. То есть, есть страны, которые не хайпанули на этой теме. То есть, те страны по крипте можно разбить на три типа. Которые постоянно поможем, постоянно посмотрим и постоянно пристрелим. То есть, запрещающие, разрешающие и не мешающие. Мы, как разрешили, мы хайпанули. Когда говорилось о том, что уже из Москвы вылетают целые самолеты к нам в ПВТ вступать. Питкоин. Так и было. И люди приезжали, приходили к ПВТ, у них телефоны горели. Но фактически, оказалось, они приехали, посмотрели, уехали. Потому что дальше движения никакого не произошло. И криптовалюта, это же частный случай самой технологии блокчейн. Люди слышат криптовалюту и слышат, что мы купим им задешево, продадим за горло, и самим друг богат. Еще они говорят, что можно учиться Жене широчным подвиженщикам. Сейчас, 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 Женя. Сложим вопрос, потому что Женя является там, номер один, русскоязычное пространство. Да, я публичный курсолог, поэтому что происходит? Я просто отраслирую вопросы наших ребят, которые работают в производстве. Хорошо, как это все может помочь мне привлечь более дешевые деньги, чем сегодня привлекаем в БАРК? То есть тоже с крупным производителем на центре производительного применательства. У него там много заводов, и он говорит, слушай, ну там ICO вам, может быть. Да, 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 на счет один из способов, да. Ты говори, так я пойду в банк, и дают нам под 7-10%, а так мне сказали под 3%. Ну, в общем, а чего инвесторы дают деньги формально бесплатно? Нет, ну да, как это, сдержки там, где это еще. Вот как это происходит? Можно у нас это в Беларуси делать, или нет? Разгоняйтесь, или нет? Нет. Женя, вот скажи опыт, может быть, других стран, которые ты знаешь, как нам, как этот институт, адаптировать, используя тот декрет номер 8, который у нас есть. Идея привлечения капитала посредством ICO, то есть собрать чужую криптовую обмен на свои токены, она не просто существует, она прекрасно в мире развивается уже четвертый год, и сборы каждый год это перевалило за миллиарды долларов, это факт известный. В теории любой стартап и любое действующее предприятие, в том числе и белорусское, может эту идею заморочиться и ICO организовать. Это обычная маркетинговая операция, здесь вообще не вижу никаких препятствий, ни технических. А в Беларуси, значит, делал эти операции? Ну, белорусские стартапы, да, но вопрос привлечения ICO в виде инвестиций в реальный, тем паче действующий бизнес, он дискуссионный. Кейсы и прецеденты такие есть в Российской Федерации, по крайней мере, то есть это люди, а, делали, б, это у них получалось. Конкретно белорусское предприятие в рамках, я вот не уверен, что белорусу нельзя, условный масс возьмем, да, вот если даже сейчас погенерировать такую, помечтать, пофантазировать, если он захочет сделать, что ему может помешать? Давай подумаем. Учитывая, что есть декрет, ему надо стать резидентом ПВТ? Нет, он может работать через резидента ПВТ, в принципе, он может заморозить только. Только сама революционность и экзотичность идеи, экзотичность, а в Беларуси боятся всего нового, да, вот нам тут традиционная консервативность. У вас не брать можно Белази, на Белази я конкретно работала, мы говорим, красилось. В любое частное предприятие, вот сидят у нас господа в частном предприятии, что им мешает сделать это все, и действительно привлечь бесплатное фактически, ну не бесплатное, за которое нужно потом включать и реализовывать, но вмешать целый декрет, чужие, чужие, эфиры, эфиры. Вот, да, давайте спросим, что вам мешает привлечь это все? Нет, ну, это целый декрет согласование. Кто у вас за это лично окажется? Есть вопрос, то есть, грубо говоря, если вы можете наоборот на капитал, на что угодно взять и привлечь, при помощи к этому инструменту, то есть почему белорусский бизнес не рассматривает такую опцию? Если стартапы, которые нифига еще не сделали, привлекают миллионы в биткоинах, да, это факт очевидный, не биткоинский. Да, 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 что может, что может, что может, что-то, что-то реально, что-то, да, реально, что-то, да, реально, что-то, да. Потому что это не в моей инстанции находится, поэтому есть, наверное... То есть они просто не проецировали эту возможность, вы не говорили. Не слышала, что такое возможно, да, отвечает? Нет, не то, что я не слышала, что такое возможно, но просто у нас этот вопрос даже не рассматривался. Вот, пожалуйста, пожалуйста. Просто это не рассматривалось. Александр, что вот ты, как продвинутый член клуба финансовых директоров, про реальную секцию? И реальную секцию, с одной стороны, вот это инструменты, которые, собственно, есть. То есть мы говорим про заимствование неких институтов, да? Вам придется придумать, как блокчейн зал, чтобы тянуть в бизнес. Вот, и получается, да, получается, что ребята, вот Оля знает, там, Женя знает, они знают людей, которые могут это практически сделать, и поможут получить деньги. Вопрос, почему этого не делается, и, может быть, другие причины? Ну, я знаю, конкретно вот этот пример, это, ну, это внутренняя тема конкретная. Для реального сектора, мне это не то, что в Беларуси, мне это сложно при минимуме кажется вообще. Почему? Если нам так, то, что, первое, невозможно, я не говорю, я не парню. Я не говорю невозможным, я говорю сложно при минимуме, потому что крупные компании, они, это и много людей, это сложные процедуры согласования, это взаимодействие с властью, с контрольными органами, со всем подряд. Даже токены на баланс уже разрешено относить, есть Минфиды, нацбанковские, Минфиданские акты. Но им-то нужны фиратные деньги, они не могут токены им платить зарплату. Крипту получил, биткоин на баланс положил, Минфиат поменял. А где их, ну, фират, тем ниже. Как я и скажу людям, которым зарплату не зарплатят? Погай, Дигань. Это задача финансового директора. Он просто фират, а где где? То есть, есть какой-то сюжет, я понимаю, революционный, новый, инновационный. Это правильно описаться от монополии Центрального банка. Это нужно делать. Можно действительно сделать следующее. Не только от монополии Центрального банка, можно просто ввестить инструмент, который сделает релевантную банковскую систему. Просто такой же P2P обмена, это то, что, собственно, делает очень важный сюжет. Я хотел, чтобы подключить нашу уважаемую публику, уже Роман, а потом Марсин. Может, первое предложение меня управляют? Майя, друзья, понимаете, что что? Да. Применение Майсера к реальному сектору, это, в принципе, нигде особо не работает, массово, и все, что было, оно очень неудобно закончилось. У меня в деньгами собрали. Ну, есть, есть. Потому что не станешь реальному сектору, к сожалению, не такова, что если ну как, это мы. Как-то я пойду с девушкой познакомлюсь, я так не моргнусь, да? Жень, Жень. Слушай, послушай, да. Майсер в том, что не ментальность у нас здесь. В принципе, судя по тому, что в мире нигде это не выстреливает, именно связка реального сектора и этого инструмента, то оно, скорее всего, как бы не работает. Потому что, ну, умные люди как-то везде есть, все нужны деньги и все остальное. Вот. Второе. Почему там у стартаперов получается, да, у серьезных предприятий получается, тоже правильно сказать. Стартаперами рисковать нечего, у них нет ни хрена. Им не нужно оценивать там риски регуляторные, еще какие-то, еще какие-то. Они как бы херачат, ну, как бы, получилось, получилось. То есть они не рискуют текущими активами. Да. И репутации не имеют. Да. Согласен, есть такое, да, да. Вот. Есть такое. Есть литовский, да, это стартап, который там в посланиях КВК оставил, да? Не будем говорить это слово. Давай скажем. Нет. Сколько они миллионов собрали? Шесть. Шесть собрали. Доллар? Да, слово пенис написали на своем сайте. Нет, с камерой вода не исчезли. Нет, это просто взаимодействие. Спасибо, спасибо, Максим. Я иду возвращаю, я иду, я иду, я иду. Считать обладателей криптовалюты в долларовых миллиардерах как-то странно. Но если он там миллиардер в биткойнах, пусть он будет биткойновый миллиардер. Хорошо. У нас был ICO, выходила SoundCoffee. Они разместили токены, они собрали эти деньги. Это пожертвования. Они их никуда не могут применить. Я так понимаю, Женя ничем никогда в принципе не управлял и своими деньгами как бы не рисковал и ответственности не нес. В криптовалюте, ну окей, хорошо, можно об этом говорить. Все, кто-то собрали, какой криптовалюте собрали и не могут воспользоваться? Остальные перечислены? А с большими днями. Если обратись к самому вход, он тебе расскажет, куда они потратили. То есть они все-таки потратили? Да, они выпустили токены, собрали и первые результаты. Вопросы, например, в программах колхоза, значит и экономистам не проходят. Ну хорошо. Критика сейчас, о чем это происходит? Криптовалюта это, да? Максим, я прошу, смотри, с точки зрения. Есть международный институт, он новый, анимационный, там много ничего непонятного. Нам надо понять, у нас есть проблема. Сейчас секунду, два предложения, но вы творчески не перерабатываете. Вчера ты сам сказал, что размер криптовалют бесконечно мал по сравнению со всем этим. Те деньги, которые туда вложены, это, ну, а вдруг выстрелит? И для менчурных фондов я бы шесть два. Это погрешность, которую они готовы понести, эти траты и все. Но в крипторынке нету базовых инвесторов, которые могут задать... Так, друзья, напоминаю, если не про криптовалюты, не про крипторынки, вопрос следующий. Напоминаю, да? Напоминаю, потому что мы скатываемся в какие-то мелочи. Есть разные институты в мировой экономике внешне, которые влияют на нас. Вот у нас во всем мире там было около 9 триллионов долларов разных активов, комбинированных с отрицательной ставкой. То есть, грубо говоря, для того, чтобы ты пошел на депозит, положил, тебе еще нужно заплачивать. 9 триллионов. Мы получали в это время деньги по 15-20 долларов. 15-20 процентов долларов, да? И сейчас всего это, вы знаете, стоимость кредитных ресурсов. И, например, даже Греция получает, размещая аппликации, там 3,5 процента денег. Мы с нашей стабильностью, с нашим всем, получаем там 6. Ну, там 5,5-6. Это гигантские, очень дорогие деньги. Вопрос, что сделать, вот Андрей как финансист, Саша как финансист, вы как практики. Теперь, что сделать нам в законодательстве, чтобы вот мы то, что мы в платформе постоянно пишем, сделать доступными кредитные ресурсы. Доступные кредитные ресурсы, например, в исполнении банка развития. Я забираю гиганты и отдаю избранным малому, среднему бизнесу. Они такие молодцы. Потом они чипаются. Мы увеличили финансирование малого, среднего бизнеса на 58 процентов. Мы хорошо сработали. Это здесь уже. А другой сюжет сделать так, чтобы в принципе в банках и банковских учреждениях, в других институтах были инструменты, которые обеспечивают доступ производителям к гораздо более дешевым ресурсам. Акционерному капиталу в токенах, в марках, чем угодно. И вот вопрос, как адаптировать, что брать из внешней среды, а что не брать, для того, чтобы такие возможности появились. Потому что мы даже не теоретические разговоры, а практические. Потому что потом мы... Андрей идет к медведям, да? Я иду в совет производителей предпринимательства, Володя идет на разные органы, Илья идет на разные органы. Мы с ними спорим и убеждаем, какие инструменты нужны для этого. Какие там, не знаю, что поменять в законах, что поменять в постановлениях. То есть для того, чтобы, условно, вот через год, да? Вот Лукашенко соберет всех отечественников, говорит, ну что, в Министерство... Как это? Цифровой экономики. Где на цифровой экономики? Типа... В Министерство права. Виртуально. Делаем вот чушь. Чушь такая, да? Он говорит, ну что, работает? Они говорят, вы же спросили меня, чтобы мы это сделали. Я вам сделал, сказали, что все хорошо. Тут Оля выходит, говорю, блин, ничего не работает. Женя выходит, ничего не работает. Почему? Потому что ты-ты-ты-ты. И вот для того, чтобы ты-ты-ты-ты было, да? То это уже про копение, да? И при хруду скажу, слушай, Витя, ты замечательно все сделал. Сделай вот это еще, 20 пунктов, которые вы должны внести, чтобы в это начало работать эти инструменты. Какие эти пункты? Это вы должны сказать. Или, по крайней мере, сформулировать, надумать на них. Прокомментируем. Ярослав, да, такие пункты нужно писать. Какие? Вопрос. Ты понимаешь, идет создание параллельной экономики или параллельной клинозной системы. То есть есть классические деньги. Так? И получается создание некой нового, да? Для чего? Новую валютную мерку. Для того, чтобы невозможно реализовать в классических валютах, в классических денежных системах, что нужно создавать крипту. Вот поймите суть. Для чего нужно крипту? Для... 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 ... ... Поэтому лучше вернуться на два шага назад и вылечить действующую кровеносную систему. Денежную, да? Вот. И избавить ее от этих ошибок. Это есть... Невозможно вылечить фальшивающую систему. Да, да, да. То есть это как бы первый подход, первый шаг. Мое видение, да? Ну а второе видение, да? Хотите его регулировать? Сейчас по-другому. Вот. Можно имитацию, делать вид, что мы реализуем восьмой, реализуем новый, да? Можно сделать первый вопрос, дождаться осенних проверок фактов и всех остальных, и после этого допринять уже эти инструкции. Думаю, что у нас пока идет вот по этому пути. То есть они могут обвинить нас в том, чтобы от вас деньги. Да, да. И тогда вся наша финансовая система банковская... Будем проверить результаты в декабре, вот это объявлено. Можно. Я еще не отмыл. Мое мнение. Не успел. Что в реальном секторе можно? Ну, говоришь, что нет. Может и должен рассматривать крипту как альтернативу кандовой, монопольной и надоевшей всем банковской ЦБшной системы, которая занимается откровенным произволом. И это считают очень многие предприниматели в самых разных странах. Грузии, я не могу, Грузии решают тот же самый вопрос. Потому что когда мы имеем монопольного фальшивого анечка, занимающегося произволом, хочу дам, хочу не дам и дам только потом, неизбежно появится, может быть, какой-то конкурентный. Он уже есть. А еще проводится. Делайте, пожалуйста. Лишь новизна, экзотичность и колоссальная инертность мышления отечественных предпринимателей и белорусских предпринимателей останавливает пока. Кейс хотя бы кто-то один сделайте, начните, анонсируйте. Я считаю, что все возможности есть. К тому же есть декрет, который даже на уровне PR регализует. Окей? Мы ищем на таймер. Крипто таймер, который, ребята, так активно будет. Ну, вопрос в ликвидинг. Зачем связываться с чужими токенами непонятными? Берите чужие биткоины, они же существуют. Есть уже работающий способ. ICO. Я вижу, что мы не вкинули таймер. Таймер уже все. Его полномочия, это самое все. Друзья, мы не будем бороться. Крати богу, не надо связываться с ликвидами. Мы еще говорим о том, как сделать в Голларусе заимствование. Мы просто опять в крипту, что ли? Нет, я не буду просто к тому, что, Андрей, на мой вопрос, о том, что мы будем предлагать, чтобы декрет у PR8 заработал. Потому что я не думаю, что Лукашенко там в декабре месяц получить некую аналитическую жизнь скажет, ладно, я его отменяю. Нет, этого не будет. Будут какие-то изменения, некие внесения изменений там, некие другие законодательные арки. Если мы четко понимаем, что нам нужно, при помощи экспертов, специалистов. Он убеждает, что это должно работать. Естественно, люди, которые не работали с этим, не работали вот так, имея какие-то кейсы негативные, они против этого. Понятное дело, они осторожно очень относятся. И, например, там Саша в своем предприятии не пойдет размещать непонятно что. Потому что он не знает, как это будет. Да, непонятно где, непонятно что. Для него это риск. Посмотри, мы с ним производители в Беларуси. Реальные маленькие, понимаете? Да, об этом я говорю. Мы с ним не ставим вопрос, типа, разрешите нам в качестве выручки принимать крипту. Мне, честно, это как страшный сон. Почему? Да потому что, а потом отлаживать курсовые разницы и реально популяризм на русских рублях. То есть, напишем мне это. Женщик не очищает. Причем здесь выручка. Женщик, тихо, тихо, тихо. Мы попонзируем. Я перевел на русский язык. Эй, фонзи, ты, я. Вопросы? Да, еще раз. Я хочу, чтобы вы успокоились. Не забывай. Рисовать не будешь? Я не буду сейчас рисовать. Есть еще деньги граждан, деньги организаций. У нас были такие замечательные инструменты, как общество взаимного кредитования и финансовые кооперативы. Я совершенно согласен с тем, что закрыли возможность для тех, кто дает деньги в долг на день под сумасшедшие проценты, но вместе с водой выплеснули ребенка. То есть, навели такой порядок, такую зачистку сделали на этом рынке, что теперь кассы взаимопомощи для граждан и для юридических лиц надо вступать в реестр над банком, масса требований, и это почти невозможно. То есть, надо вернуться к тому, что было. Это первое. Второе. Нормальный инструмент, опять же, это ценные бумаги. У нас, опять же, запрещено все это. У нас, опять же, ценные бумаги надо согласовывать с госимуществом. То есть, они не действуют. Нет фондового рынка. Когда он будет, тогда... Тут есть, конечно, масса проблем с доверием, не отберут ли. Но это уже совсем другая цена. Нет, вопрос опять согласования. В Америке тоже, очевидно, есть комитет по... Да, 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 но все хорошо в мире. У нас, наверное, практически запрещено. У нас это практически запрещено. У нас нет фондового рынка. У нас, если будет фондового рынка, тут нет. Коллеги, понимаете, что значит нет фондового рынка? Биржа есть, да? Официально считается, что все есть. Ну, официально у нас есть и биржа. Биржа есть. Объем выпуска умножается кратно, из года в год. Другое дело, что пошли манипуляции жилищной облигации. Мы знаем, что это фактически не бумага, недобумага это. Другие... В маленькой стране не может быть большого фондового рынка. Значит, у нас можно заимствовать, например, институт Варшавского фондового рынка? Да, Варшава, нормально. Ранее, кстати, активно лезут. А почему мы там, мы, где наши производители... Пускай вы продолжите. В маленькой стране не может быть большого финансового и фондового рынка. А крипта нужно. А крипта нужно разграничить, а к странам не относится? Ну да, нет, не знаю. Не участвовала. Не сидела. Не привлекала. Да, не может. Я думаю, что если за столько лет ничего не изменилось, хотя были люди, которые на энтузиазме работали, там, департамент по ценным бумагам, и что-то не получилось. Ну, не знаю. Не стоит дальше ждать, когда вдруг через один год, два года, пять. Сколько вот этот по законодательству по институтационному фонду разрабатывался? У меня еще в Минфине работало, это было десять лет назад. Мы разработали это, разрабатывали это законодательство. Мы считали, вот в следующем году, вот точно, я уже оттуда и уволилась. У меня уже там фирма по разработке программы обеспечения была, потом я ее закрыла. То есть в моей жизни уже столько поменялось, а в Минфине все это законодательство по институту фонду разрабатывали. Какая стабильность! У меня есть фирма. 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 дело мы очередной раз столкнулись с тем что мировая экономика и часть его представлен молодыми людьми они в общем-то детской решили что можно создавать можно скажем инициировать денежные единицы которые будут обладать такой же фактической всеобщей формы стоимости как золото то есть пока человечество ничего не придумывал лучше чем ее не могло придумать абсолютно кроме золотого стандарта вот поэтому все кто держит несколько золотых монет у себя в кармане они будут чувствовать себя хорошо и сегодня завтра и через 50 лет спросите любого еврея если вы не верите вы знаете в одессе есть такая поговорка что если прежде чем чем-то заняться посмотрите занимаются этим делом евреи но ребята полный энтузиазма в отношении керетического подхода криптовалюта ничего не могут создать только слова они могут создать какую-то часть вот потому что выполняя функцию средств платежа средств обращения средства сокровищ средств мировых денег эта задача очень хорошая ну вам надо ребят самим иметь миллиардов пятьдесят вот так вот договориться с аркфеллером договориться там с борохом и со всеми остальными и слышу а вот сейчас мы создадим то что вообще человечество никогда не могло представить мы будем делать эти деньги которые перекроют полностью всю внешнюю денежную систему то есть теоретически это сделать невозможно потому что кроме золота едва ли что-то не используется формы все общего эквивалента или там всеобщей формы стоимости вот а попытаться сделать нарисовать маленькую гаечку ну мне нравится братья мавроди и мавроди все получилось все все получилось я смотрел там схема была быстро отлично они выходили на приватизацию надеюсь приватизацию газпрома и все эти мавроди они бы поменяли на собственность газпрома и все было бы окей если бы не было виктора степановича если бы не было остальных ребят троечника в институте которые сказали не нифига вам не будет а мы да а как бы получилось все нормально они бы заканализировали эти деньги и все получили бы поэтому здесь конечно энтузиазм вот они да друзья должен быть пускай пытается сделать но если эта идея будет совмещена с золотым стандартом или по крайней мере она будет включаться интегрируется в то чтобы сразу криптовалюту создавательных альтернативу но на самом деле с точки зрения базисных экономических категорий это все параллельные суррогатные деньги так иначе мы говорим о том как вернуться к институту настоящих денег а вот получилось как раз следствие того что ушли от золотого стандарта ушли к номиналистической теории деньги но получилось что нет настоящих денег понимаете это дырка в голове немецкая историческая школа предложила номиналистическую теорию денег вот эти номиналистическая теория денег она создала этот прецедент когда государственные деньги когда они печатают центробанк это пошло это всем выгодно было до тех пор пока не столкнулись с колоссальными диспропорциями о чем писал киринцы и все но я не хочу потом да очень важный момент теоретически на самом деле но я завершаю ребята пробуйте держать хорошо летает крылья приделываете да сейчас до 5 минут я хочу сказать что по собственному опыту хорошо работает тема страхования связки на самом деле когда в чеке я приехал и надо было решать какие-то вопросы с нас взяли два дополнительных процента сверху мы стали безобразничать только мы не догадались мои друзья догадались сделать еще круче они открыли там сарай мы принесли какого-то клама написали хороший бизнес-плант на миллион долларов в принципе в Белоруссию и инвестируют Белоруссию по 10 процентов в месяц и им хорошо вот при том все за страхование там как раз вот эти два процента и просто взяли деньги подешевле плюс 2,5 процента и здесь раздали под 120 процентов годовых и очень хорошо себя чувствует теперь скупаю то чего как раз хорошо было сказано что у денег должно быть что-то в основании лично я считаю это актив это реально нереальный день только бизнес создает реальные деньги все остальное когда непонятно где началось кто запустил лично я считаю это финансовая игру вот и все-таки рассматривал бы инвестиции в связках с товаром а я не знаю как у нас в Белоруссии в России 30 миллионов платчиков банки держат по-моему около 70 миллиардов долларов то есть вклады в банки гораздо ликвиднее и легче привлечь просто нужно убедить в том что бизнес способен вернуться который указать 7,3 миллиарда долларов банковской системе депозитов вкладов плюс там еще по-моему 5,5 миллиардов долларов в рубля бизнес может рассчитывать на эти деньги рассматривать возможность привлекать их систему или нет через какие инструменты это раз первый вопрос второй вопрос вот та схема которая Саша описал значит вы регистрируете странную компанию где-нибудь там в Чехии в Швейцарии где-нибудь еще там работаете получаете кредита под 1-2 процента и заводите деньги сюда ну даже не на эти операции а на финансирование собственные работы внутри страны насколько такого рода схемы перспективны и насколько они пользуются популярностью и может быть использовать воспользовательными в будущем для того чтобы я задаю вопрос нашему уже англичану Татьяна ну как изначальный вариант это схема полмиродочия я бы больше скажу и не пользуется уже 10 миллиардов вообще вы об этом сказали об этом все пользуются просто в Беларуси эти схемы когда я рассказываю все читают что живота и звонят в БГТ нет 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 просто мы какие зрения мы обходили да можно ли чтобы какой-то иностранный банк белорусский банк взял вздох иностранного банка потом через свои механизмы раздал белорусов а если грубо говоря серьезно среднее большое предприятие точно так же делает там сеть компаний но потом следующий вопрос возникает который был у Рабузова да как делать так чтобы потом тебя не обвинили в лжецеппринимательстве за то что ты проэкредитовался у тебя же там у твоих компаний вот оно так и получается Женя потом прошло когда мы не пришли да мы разговаривали с Лилей и пришлись на мысль о том что особая специфическая ментальность белорусских предпринимателей Лилия ограничивает их в поиске иных вариантов решения физически работающих способов фондирования бизнеса существует множество мы их услышали и они далеко не сводятся к кредитованию фиатом центральном банке я считаю ничего кроме ментальных ограничений страха перед новизной и нежелание менять сложившийся порядок действий я не услышал более того сейчас мне Лен Федорович попытался доказать что биткоина не существует ценность его непонятно и он не фондируется это медицинский факт что это не так это работает я не очень понял к чему был комментарий как он относился к использованию фондирования давайте посмотрим так без комментариев берите делайте кейсы по баллу первый вопрос посвящен тому как финансировать можно рабочие схемы насколько они популярны через регистрацию иностранных предприятий они потом довольны сюда то есть как ориентировали себя же но там ты берешь 2 процента сути дела и ты получаешь бесплатный там минимальный процент здесь это первая вопрос а еще тебе еще использование денег вкладчиков в банках через IPO через другие инструменты облигации те же я когда смотрю наши компании белорусские выпускают облигации под 7 процентов в доллар я выпускаю облигации 20 процентов годовых валют белорусских деньгах он работал 27 процентов валюты и депозит только мы привлекали белорусских деньгах написали формулу что даже потом банкир говорит кто придумал это скромно это мы придумали фондироваться вообще искать капитал точке мира это абсолютно нормальная вещь единственное надо дорожить чтобы в белорусе был уровень бизнеса который исчисляется там не скажем ни одной там сотни двумя тысячи компаний которые это могут себе позволить это определенные затраты и имидж и так далее ну а привлечь деньги самая большая проблема когда эти деньги придя сюда станут делают людьми которые привезли бандит я имею ввиду то что ты говоришь меня друг тоже страдал отрасли целые страдают когда начинают рассматривать взаимоотношения с нерезидентами и трактовать это как вывод капитала то есть банкира рассказывали с те с кем работаем что в одномоментно все кто работали с нерезидентами со своими собственными витебске это делать прекратили информация то есть право на риски связано с 478 прочтение с прочтением вот этого закона если ты не заплатил со всего что ты зарабатываешь по моим ставкам значит ты уклонился за это сразу срок тебя при этом закрывает в сезон выставляет сумму ущерба нам вообще здесь роли не играет у нас милиция они профессионалы своего дела и сразу чувствует все заплатил признал молодец то есть очень такая убогая система отсюда и цена денег в экономике если бы у нас мы взялся время привлечения денег бизнес почему бы не делать бизнес более эффективным чтобы просто затраты уменьшить вообще он позволяет снизить убрать посредников снизить транзакционные держки на переводе денежных средств смарт-контракты делают вообще осветительные вещи через смарт-контракты программный код заменяет людей человеческий фактор убирает возможности ошибок убирает каких-то никто не может вмешаться в процесс процесса договоренности между контрагентами потому что смарт-контракт срабатывает просто автоматически смарт-контракт на арену помещения и земли Дзержинского райисполкома с предприятием я надеюсь что это нет я просто так я надеюсь райисполком это Беларусь может запрещать это может долго принимать законодательство есть люди которые уже работают с этими технологиями таким нам без разницы где работать если Беларусь хочет получить плюсы от этой технологии она должна простимулировать нас находиться здесь и работать здесь если мне здесь не понравится я просто уезжаю в Швейцарию я уезжаю в Анастердам мне там тоже хорошо спасибо последний комментарий ты можешь сюда спуститься спасибо дорогие чашечисты спасибо что не раскритиковали и не разнесли правильно поняли мой посыл мои намеки вот в Беларуси по-прежнему не решена самая главная проблема да экономика разделена государственный и негосударственный сектор поэтому стратегические цели выстроены для государственного сектора не государственный сам самостоятельно решает свои проблемы либо не решает их вот что касается денег белорусский рубль еще не до конца прошел процедуру реабилитации и лечения вот еще лет пять ну поясни четыре поколения поясни это четыре поколения а ты хочешь прям за пять лет за десять лет вот поэтому по позиции все равно это это рискованные расчетные а для бизнеса те ресурсы для развития которые необходимы они возможны только тогда когда валюта стабильна и ее много и она длинная у кого из вас есть депозит в банке подписан на десять лет вот вот а мне с позиции бизнеса да меньше десяти лет не интересно привлекательно вот понимаете то есть и мы здесь просто в финансовом эмоционально-психологическом конфликте вот и нужно время нужно четыре поколения моисея и большой приток внешних ресурсов и давайте продадим на русском и разделим с тем немного делись больше больше делить 0 0 0